Многодетные семьи региона могут отправиться в путешествия по стране со скидкой 15%. Оформить билеты на поезда можно до конца этого года. Скидка предусмотрена для многодетных семей с тремя и более детьми, где младшему ребенку нет 18 лет. Также льгота распространяется на отдельных членов семьи. Чтобы воспользоваться акцией, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности и получить статус «Большая семья». Добавлю, для детей до 5 лет проезд в поезде бесплатный. От 5 до 10 лет по детскому тарифу. Он составит 35% от стоимости взрослого билета. 116 лифтов заменят в этом году в Алтайском крае. Работы обойдутся почти в 270 миллионов рублей. Также региональный оператор проведет капитальный ремонт в 238 домах. Специалисты восстановят фундаменты и подвальные помещения, модернизируют лифтовые шахты, машинные и блочные помещения. При замене лифтового оборудования используют отечественные комплектующие. Как сообщает региональный Минстрой, конкурсные процедуры по определению подрядных организаций уже завершились. Ввести тестирование для права управления электросамокатом предложили в Госдуме. Так, владельцам двухколесного транспорта будет необходимо пройти в ГИБДД соответствующую проверку. Тему на обсуждение вынес замглавы комитета по спорту Сергей Бурлаков. По его словам, каждый водитель самоката должен с легкостью отвечать на вопросы о правилах дорожного движения, а также знать свои обязанности. После сдачи экзамена владельцу транспортного средства вручат документ, подтверждающий право на вождение. Предложение окончательно обсудят на заседании Совета по правам человека 27 июня. Запрет на убой скота в частных подворьях действует уже 8 месяцев. Однако возмущения животноводов не прекращаются. Люди привыкли забивать скот на домашних участках и просят отменить закон. Власти же идти на уступки не намерены. Наша съемочная группа побывала в одном из убойных пунктов. Елена Самарина расскажет о работе фермеров. Мясо, не прошедшее ветеринарную проверку, еще меньше года назад продавалось на алтайских рынках. На прилавки оно зачастую попадало прямо с подворных хозяйств, где и забивали скот. В некоторых случаях без соблюдения санитарных норм. В таких продуктах могли быть паразиты, опасные для здоровья человека. Мясо было очень всегда не того нужного качества. Всегда было какое-то кровяное. Все было неправильное, были разрубы. Была очень транспортировка, все это подтекало. Очень много было мяса в крови, всякие волосы, неприятные такие моменты. После введения запрета на подворный убой скота появились гарантии безопасности. Теперь вся продукция проходит сертификацию. Это обязательное условие на пунктах убоя. Там работают ветеринары, которые проверяют животных на отсутствие болезней. Сотрудники следят за стерильностью, а санэпидемстанция ежемесячно проводит проверки. Здесь качество. Заботишь скот, забивается идеально, здесь чисто. Естественно, здесь качественно получается. На подводке так не забьешь, как забьешь на убойном пункте. Не все районы Алтайского края были готовы к официальному запрету на подворный убой. На сегодняшний день боинских предприятий в регионе около 200. К примеру, в Завьяловском районе их четыре. Причем одно из них появилось 15 лет назад. Его основали местные предприниматели Борис и Виктор Бутузовы. Раньше они скупали мясо с подворных хозяйств. Затем решили вложиться в безопасность продукции. Посоветовались с местными врачами, также с новосибирскими врачами, непосредственно с тем рынком, с которым сотрудничаем. Они посоветовали построить убойный пункт. И также он полезен будет для развития нашего бизнеса. И для санитарных условий для людей. И бизнес действительно стал развиваться. Спустя 10 лет рядом с убойным пунктом мужчины построили цех по производству мясных изделий. Сейчас фирма еженедельно производит почти 300 килограммов полуфабрикатов. Это пельмени, манты, фрикадельки, хинкали и другое. Благодаря таким предприятиям в районе растет количество рабочих мест. И по словам местных властей, в ближайшее время в Завьяловском районе создадут еще один пункт убоя. На этот раз для птиц. Елена Самарина, Денис Кузьменко. Новости. А у меня все к этому часу. Хорошего дня. Не переключайтесь. Новости.